Всем привет! Данная серия видеоролика будет посвящена фреймворку Phoenix. Я покажу, как взаимодействовать с базой данных, как создавать ответы на запросы, как работать с ченнелами. Мы также разберем авторизацию и многое другое. Данная серия предполагает, что вы знакомы с базой языка Elixir, но глубоких знаний не требуется. Важно знать, что такое оператор, pipe, что такое pattern match, что такое struct и как они работают. Прекрасно, если вы знаете, что такое процессы. Прежде чем мы перейдем к коду, я вам дам некоторые общие идеи, как фреймворк Phoenix работает. Идея первая. Phoenix это MVC фреймворк. Модель ViewController. То есть, у нас есть модель, которая отвечает за данные. У нас есть View, которая отображает что-то. И у нас есть контроль, которая отвечает взаимодействие между моделью и View. Если вы не знаете, что такое MVC, добро пожаловать в Google. Идея вторая. Существует некий struct com, сокращение от connection. Мапа с большим количеством полей, содержащая все необходимое для работы в режиме запрос-ответ. Позже я покажу, как она реально выглядит. Этот connect пропускает через ряд функций соответствующего модуля. То есть, мы берем connection, запускаем его в какую-то функцию и эта функция возвращает connection. И так на каждом шаге. То есть, у нас есть connection. Мы его запускаем сперва через endpoint, потом через роутер, потом через контроллер, потом через View и так далее. Пока не даем до конца. То есть, все, чем занимается Phoenix, это у нас трансформация некой большой мапы. Все. Идея третья. Все держится на Erlang процессе. Каждый запрос обрабатывается в отдельном процессе. Вот у меня есть утилица, с помощью которой я могу просматривать какие процессы активные. Также у меня есть четыре клиента. У меня есть простое приложение, которым я специально установил таймер слип на 35 секунд. Сейчас я сделаю четыре подключения одновременно. И так, что я вижу, у меня появилось четыре дополнительных процесса. То есть, каждый запрос обрабатывается в отдельном процессе. Сейчас я вам покажу еще один пример. Работа с базой данных также осуществляется с помощью... Так, где это у меня? С помощью Erlang процессов. Вот у меня есть настройки 10 подключений, то есть 10 Erlang процессов. Вот с помощью данной утилиты я снова могу лицезреть эти 10 подключений. Ранним интересом можно одно из них убить. И как мы видим, произошло восстановление. Ну а теперь к коду.